Макдональдс вновь заработал, правда уже под новым именем, под именем Безымянный. Сейчас узнаем, действительно ли он открылся. Вот тут есть точка на пересечении улиц Кенесары, проспекта Сарарка. До сих пор точно неизвестно, почему Макдональдс закрылся в Казахстане. Есть несколько версий. Официально якобы казахстанские производители мяса не подходят под стандарты знаменитой американской сети. Есть также неофициальные версии о том, что, например, Макдональдс просто не захотел иметь дело с бизнесменом Кайратом Боранбаевым, который, как известно, находится под стражей. Против него серьезные обвинения выдвинуты. Вторая версия из неофициальных о том, что как раз-таки это команда Кайрата Боранбаева, его политтехнологи, решили все это сделать, чтобы привлечь внимание к своей персоне, вызвать сочувствие в обществе. Ну и может те, кто подсел на булки Макдональдса, требовали бы его освобождения. Насколько из этих всех трех версий какая-то выглядит более правдоподобная, решать вам. Вот мы подходим к этой точке. Макдональдс сейчас посмотрим, работает она или нет. Ну тут все, видите, убрали все вывески. Просто уже СМИ сообщили, что они заработали под новым именем. Но я сейчас смотрю, что-то ничего не видно. Что есть здесь? Следы деятельности. Да, все закрыто. Видно, что закрыто. Ага, вот уважаемые гости. Ресторан Тео Фуд Солюшн временно приостанавливает свою работу из ограничений в местных поставках продукции. Все-таки, видите, они делают акцент на ограничениях в местных поставках продукции. Но будем надеяться, что все-таки заработают, потому что в Алматы уже Мак заработал. Лично мне продукция Макдональдс не нравится. Ну и я вообще как бы не любитель пастфуда. Кушал Макдональдс только на открытии и в аэропорту в Москве в Шереметьево. Ну, единственное, что из их продукции понравилось, это мороженое. Все. Продолжение следует...